Ты наверняка слышал такое смешное словосочетание, как «мыльная опера». Оно подразумевает простые и душесчипательные сериалы, растянутые на невероятное количество серий. Некоторые мыльные оперы можно буквально смотреть годами. Но задумывался ли ты, при чем тут вообще мыло? А все дело в рекламе. Мыльные оперы появились на экранах телевизоров примерно в 1950-х годах в США. Их главным спонсором выступала известная компания по производству моющих средств. Во время рекламных пауз она навязчиво продвигала всевозможную бытовую химию, в том числе и мыло. Вот ассоциация и закрепилась в умах смотрящих. Почему тогда мыльная опера называется именно оперой, а не просто сериалом? На этот счет есть несколько версий. Согласно самой популярной, все дело в иронии. Ведь повседневные ситуации в таких сериалах возводятся в разряд чего-то одухотворенного и высокого. А это порой выглядит крайне комично. Но неужели мыльные оперы действительно такие длинные? Да. Например, ты наверняка слышал про Санта-Барбару. Этот сериал выходил целых 9 лет и насчитывает аж 2137 серий. И при этом он даже не самый длинный в мире мыльных опер. Редактор субтитров А.Семкин